Теперь приезжая из Америки, зная, что я сюда езжу работать, мы в шоке, что до такого уровня это было. Я когда приехал в Америку, многие говорили, что это не хип-хоп, или это не то. Лучше всего это, когда танцуете, танцуете в полную ногу постоянно. Ну что ты будешь петь? Я такой, в смысле? Петь, петь. Такие спуганные, там, в углу стоят, боятся, смотрят, понимаешь? Не, вот так никогда не выиграешь. Да, стараться, пробовать, делать, бегать, то есть не сидеть на месте. Всем привет! С вами снова я, Александр Секирин. И мы продолжаем сегодня новый выпуск программы «Что мешает крутому танцору?». Сегодня у нас будет интервью с Грагом Чапкисом. Сегодня мы узнаем про него все. Узнаем все его секреты, узнаем то, что его мотивирует, то, что помогает ему добиться таких больших результатов с командой. Я, лично, очень давно хотел пообщаться с тобой, и позадать вопросы, потому что мне очень интересно, как ты совмещаешь. Но для меня, наверное, ты один из тех людей, хореографов, которые совмещают либо свой уровень хореографии, и работу с командой. Потому что в основном есть люди, которые, типа, я либо крутой хореограф, либо просто работаю с командой. И офигенно, что тебе это все получается совмещать. Кем ты хотел стать в детстве? Ну, космонавтом. Нет, я знал, что я буду танцевать. Я только не знал, где. Я не знал, что. Хип-хоп, он был мой любимый танец. Я, конечно, был фристайлер, то есть брейкдансинг. Мне нравилось это все. Но я просто не думал, что в то время, я не думал, что он меня так далеко толкнет. То есть я только недавно был на Крещатике, и ребята стоят около метро, и музыка играет, вот они брейкданс, фристайл. И что прикольно, что я помню, что я приходил со школы, и мы вот это, и прямо на этом же месте, то есть так же танцевали, собирали деньги. И вот там вот на Медане мы по воскресеньям и обрадовались бы, то есть я помню, что это через все прошло. И теперь, приезжая из Америки, зная, что я сюда езжу работать, а мы в шоке, потому что до такого уровня это дошло. Короче, мечты сбываются. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Просто очень захотели. Как ты попал в танцы? Помнишь свое первое знакомство с танцевальной культурой? Да у меня, знаешь, я даже не знакомился. Она, как у меня, всю жизнь была. И у меня папа танцор, мама танцор, сестра танцор, все танцоры. Я за сценой вырос, смотрел, как они давали классы, ездил с ними на гастроли, там по странам, и то есть оно у меня было в крови, в семье. И я, как говорится, я даже был такой момент, когда я думаю, надо, знаешь, я не знаю, если я буду танцевать, потому что, я не знаю, если танцы так зарабатывают. Я смотрел, там все на Мерседесах ездят, знаешь, которые не танцуют, там бизнесмены. Я думаю, ну, нет, я танцы я не хочу, я хочу быть богатым, бизнесменом. А, знаешь, а сейчас, а на этот хип-хоп, и танцы так дошли, что действительно, танцоры живут, можно зарабатывать, можно ездить на Мерседесах, можно иметь много домов, можно, да, то есть это, действительно, оно до такой степени поднялось. Если раньше приходили на класс 5-6-10 человек, то сейчас приходит 5-6-7, ну, 7 сотен человек. То есть, понимаешь, кемпы большие, теперь шоу большое, то есть, столько всего можно сделать, то есть, если у нас есть талант есть, или даже, или одно или другое. Или у нас есть, можно сделать какие-то шоу, какие-то мероприятия, суверкры, или талант. А если все вместе, то вообще полно. Есть! Вот скрыто! Помнишь ли ты, какой у тебя был, наверное, такой самый счастливый момент, момент, связанный с танцами? Ну, не знаю, знаешь, как мы, в принципе, нас заметили, ну, много соревнований мы выиграли, знаешь, но оно все время так. Я помню первый раз, когда мы, знаете, выиграли Америку, буквально всю, во всех категориях. И, знаешь, кажется, мы уже радовались, попав себе, и в джуниорах, и унификация, знаешь, потом Атол, потом Мега, ну, вообще, кружок сорвал, знаешь, как это, типа, всю Америку так пробили, знаешь, и мне просто не верилось, потому что я, когда приемл в Америку, многие говорили, что это не хип-хоп, или это не то, это не это, вот хип-хоп, это вот это, но это не это, знаешь, у всех такое понятие, хип-хоп, странное, знаешь, а он меняется, понимаешь, то есть уже культура, с каждым годом, больше стилей, то есть, нельзя просто сказать, что вот это хип-хоп, а вот это не хип-хоп, ну, нет, с каждым годом, будем мяться, с каждым годом, новый стиль будет подниматься, есть, конечно, фондейшн, но есть новый, есть холл-скул, надо респект, точно так же, как респект, холл-скул, точно так же, надо респект, не хип-скул. чтобы расти, нам нужно постоянно выходить из зоны комфорта, вот, как ты себя настраиваешь, на то, чтобы достигать цели, постоянно выходить из этой зоны, достигать успеха, как ты себя мотивируешь, бывает ли такое, что не хочешь зайти на тренировку, и если такое бывает, как ты все-таки себя заставляешь это все делать? Ну, не знаю, честно сказать, я не могу сидеть вот так, чтобы сидеть всю неделю, вот, когда каникулы летят, знаешь, и чтоб крыша не ехала, вот, я по себе знаю, так, 3-4 дня нормально, на 5-й день у меня начинает суши, ну, я что-то, так бездень сижу, ничего никак, ты знаешь, у меня начинают крыши ездить, то есть, постепенно начинаются, какие-то, что-то делать, то есть, у меня такой человек, что, я не могу так бездень, знаешь, то есть, я начинаю чувствовать, что я этот день теряю, а кто-то другой, то есть поднимается в этот рейк. Иногда надо проиграть, чтобы проснуться, знаешь, то есть, когда ты в своей комфорт-зоре, ты думаешь, что ты такой офигенный, у тебя сильная студия, или такой, все классное, самая сильная команда в мире, тогда он это расслабляет все, и потом она уже не такая, знаешь, когда проиграешь или нет сразу, и что-то видишь, что уже смотри, тебя переприбывают люди, когда оно тебе будет, и ты начинаешь опять заработать, понимаешь, то есть надо иногда проигрывать, потому что не будет тебя подталкивать. Вопрос. Твое отношение к базе, к фундэшну, надо ли его знать, для того, чтобы ставить хореографию? Потому что есть это мнение у многих хореографов, что если мы изучаем фундэшн, мы будем все одинаковые. Надо ли это знать, изучать основные стили и... Не, ну базу надо иметь, и не только хип-хоп базу, конечно, фундэшн это очень важно, но надо знать историю хип-хопа, и брекинг, и пуппинг, и все, потому что оно все поможет, и надо правильно это делать, понимаешь? То есть я советую всем, конечно, этим заниматься, я эту базу прошел, но это не обозначает, что надо вот дать эту базу, и все это делать. Эту базу надо знать, но в Америке уже, как его не удивишь, пуппинг-локинг, понимаешь? Это все делают, уже все сделали, но пуппинг-локинг очень хороших модов, которых я помню хорошо, но я помню те, которые начинают это делать. То есть если мы говорим о пуппинг-локинге, я начинаю думать мистер Уигглз, то есть ребята, которые это все дело сделали, а те, которые посередине, для этой комнаты. То есть поэтому надо свой делать стеклянный, надо стремиться это все собирать, все свои знания, обваживать это. И не только хип-хоп, я, честно, советую совсем взять. Знаешь, я когда стоял в Киеве, я учился устратся в Киеве, я танцевал в ансамбле Гверского, я танцевал в ансамбле Колыни, балбальные танцы, я танцевал все. То есть я прошел все школы, поэтому я не боюсь. Знаешь, то есть некоторые приходят ко мне на класс, думают, конечно, хип-хоп, тогда они видят мою команду, я не видел, что я это буду давать. А я им такой джаз-фаму там, что они уфигеют. То есть, знаешь, то есть никогда не знаешь, какой я буду стик давать. Так что оно мне помогает, я не боюсь делать другие стики. И я советую всем рок-пинг, все. Не закрывайся только в фондейшн, только в рок-пинг. Расскажи про свое отношение к физуке. Вообще надо это делать, заниматься не надо? Очень надо, конечно надо. И знаешь, в этом, в нашем стиле сразу видно, от кого ручки вялые, это сразу очень видно. То есть надо этим заниматься, надо, чтобы были сильные руки. Ну, по крайней мере, не во всех стилях, но в моем, очень надо. То есть, когда слабенькие, ручки нету, дыхания нету, выносливости нету. То есть, у нас были моменты, когда люди убегались из сцены, они могли дать такому... Это жесткая история, да. То есть, они выбегают, ракнут очень быстренько, потом опять пытаются что-то это, потом опять... Что вы делаете? Может, какие-то про секретов, да, расскажите, поделись, ну... У нас есть такая тема, как Cross the Floor. Cross the Floor, да. Знаешь, есть такое в балете тоже, то есть, ну, через пол, когда делают там, ну... А, да-да-да-да. Вот мы делаем такое, и он начинается с балетного, и идет на кромп, на брейкин, на поппинь, на хоркаут, то есть мы туда составляем, и мы этим занимаемся часами. И, конечно, перед тем, как каждый класс начинаем, и каждую репетицию начинаем, и, как минимум, где-то 30-40 минут идет на разминки, и на кач... ну, на качание рук, и все. То есть у меня это очень сильно... Это очень важно. Лучше всего это, когда танцуете, танцуете в полную ногу постоянно. Знаешь? Я вот, я учусь у разных людей, и, знаешь, вот мне нравятся некоторые команды... Вот я помню, есть команда такая в Канаде, называется DM Nation, девчонки. Можете вы их знать, очень классные. Я вот недавно сидел в Канаде для чемпионата Happy Floor. И вот, вот они молодые, знаешь, вот они выходят на сцену, но у них такой execution, то есть, они так дупасят. Я сижу там, я не знаю, сто метров от цены, и я это чувствую, потому что вот такие сильные руки, знаешь, я подошел к директорам, и очень хорошие наши друзья. Я говорю, ну что вы делаете, знаешь, вот уровень на 10 долларов больше, чем у всех других, знаешь. То есть, как бы это вот, вот такой execution. Они говорят, а мы просто очень труболюбные. Какие? Труболюбные. А, типа постоянно валят, да? Постоянно валят. Вот они очень старательные. Знаешь, они говорят, нам не надо говорить, что помню. Но постоянно помню. Был ли какой-нибудь такой факап связанный с танцами, вот такой жесткий? Потому что это столько было, я даже не помню. Столько разных историй, я даже не знаю, какие рассказать. Ага. Я помню первый audition, который я пошел, только приехал там с Украины, знаешь, пошел на audition. Я даже не знал, что это за audition. Знаешь, я пошел, и так, и... Нормально так, вроде прохожу, все, знаешь. А у меня это кастинг, да? Кастинг. Короче, я потом прохожу, типа это, первый раунд, знаешь, такой довольный, мой агент, и новый, только вот я первый агент, типа это, и... прихожу на второй, я же по-английски вообще ноль. Ага. Прихожу на второй, типа захожу в комнату, они все сидят, типа за столом. он говорит, ну что ты будешь петь? Я такой, в смысле, я петь, я ничего не умею, знаешь, типа, а мой агент такой сидит такой, пой, типа, пой, надо же, пой бен, пой бен, да, я не понял, что это бой бен, я петь не умею. Ага. Он говорит, пой, ну такой гул у меня поставили, я даже не знаю, что мне петь, не знаю, то есть, было много интересных историй. Как ты считаешь, какая-то я слабая сторона? Он добрый. Я люблю своих танцоров, я помогаю им всем, знаешь, то есть, и мне кажется, что иногда, конечно, люди не садятся на голову, знаешь, мне надо... Баланс, да? Теряешь баланс. Да, и мне, знаешь, то есть, мне надо, наоборот, это, как директор, мне надо быть немножко, короче, забить на всех и делать то, что я считаю, нужно. Ну, знаешь, когда ты, человек вырос с тобой, и когда это, знаешь, ты позволяешь это, может, он на твой урок не прийти, или еще. Как ты считаешь, чего мне хватает? Украинских танцоров. Вот... Уверенность. Уверенность. Они не все уверены в себе. Знаешь, даже, когда я прихожу на классы, знаешь, они все такие испуганные, знаешь, ну, не все, но большинство. На соревнованиях, когда я вижу, значит, когда приезжаю в Америку, все такие испуганные, там, в углу стоят, там, боятся, смотрят, знаешь, не, вот так никогда не выиграешь. Надо приезжать, и приезжать, знаешь, что вы чемпион, тогда будешь сервировать. Когда идешь на одишен, и приходишь к мне на класс, становись вперед, показываешь, ты офигенный, знаешь, я, сейчас, уважал раньше. Но если, в каком-то спорте, например, или, знаешь, или, вот мы боксеры, что будешь в клубу, там будешь прятаться, нет. Правильно? Надо быть уверенным себе. Мне кажется, украинским танцором и командами надо быть немножко больше себе уверенным, потому что талантов очень много. Ты, я уже говорил, для меня, наверное, есть люди, которые в разных ролях. Ты педагог, ты танцор, ты хореограф, постановщик, ну, разнопланово очень. Буквально по два совета для педагога и для хореографа. Что ты можешь посоветовать людям, которые тренируют команды, и что ты можешь посоветовать людям, которые себя считают хореографами просто? Сами честно сейчас сказать, если бы не морожен, потому что, действительно, я иногда вообще схожу к кому-то в класс, и мне кажется, что я с детьми, у меня же весь класс детей, я бы еще больше класса брал. То есть я раньше, когда был, даже лет пять назад, я приезжал по Лэй, или приезжал куда-то, и буквально целый день, не смотрел на какой класс, какой стиль, я брал все классы, у всех. То есть у всех можно что-то новое научиться. Я бы ездил, я бы старался, я бы проходил все кастинги, то есть, мне кажется, многие хореографы, вот они говорят, я хореографер, так что я не беру класс, я только хореограферу. Ну, на этом же уровне и будешь, то есть, всегда можно чему-то научиться, даже у самого плохого хореографа, понимаешь? Так что я советую, если кто-то там хочет подняться капитакол, как хореографер, вам надо поехать, если в Америку не получается, там какая-то наша виза или еще что-то, надо поехать, где получается, берите классы, даже вот здесь, в Украине, есть хорошие школы, берите классы от друг друга, и, то есть, чем больше, тем лучше, берите стили разные, то есть, не обязательно, ну, что все можно вместиться, например, многие не понимают в Америке, то, что я, мои рисунки, то, что я делаю с компанией, многие идеи, как раз приходят, а то, что делает ансамбль, и что, мы этого не понимаем. Это народный танец, ансамбль народного танца. Да, так что, это, они, американцы, это не знают, понимаешь? Грег, большой тебе респект. Да, тебе тоже. Да, за интервью, за слова, за пожелания, это очень жестко, я вдохновленный, готов смотреть дальше. Давай.